В воскресенье началось заезд до североевропейской серии, в которой принимают участие юные пилоты из России, Скандинавии и Великобритании. В итоге первое место у финна Ника Карри, второе и третье места у Алексея Корнеева и Владимира Тоева. Зато следующий заезд вывел в призеры исключительно российских пилотов. Первый Алексей Корнеев, второй Никита Троицкий, третий НРСС Исаакян. Гоночную программу российской серии кольцевых гонок открыли пилоты чемпионского зачета Туринг Лайт. Не самый многочисленный состав компенсировался национальными и европейскими титулами участников, а многообразие моделей позволяло болеть не только за пилота, но и за марку автомобиля. Неплохо складывался заезд для Андрея Масленникова из коллектива Подмосковья Моторспорт. Но после возобновления гонки, ее прервали для эвакуации разбитого автомобиля, Форд Фиесту Масленникова сразу обошел Андрей Радошинов на Kia Rio из команды Оренбург Рейсинг. Он и стал победителем гонки. Масленников так и остался на второй позиции, а на третье место прорвался Ильдар Рахматуллин на Рено Твинго. В гонках спортпрототипов Миджет вновь принял участие пилоты российской серии. Наталья Гольцова замкнула десятку лучших, а Михаил Малеев, который, как и Гольцова, перепрыгнул в Миджет из Калины, финишировал шестым. Призерами второй гонки стали постоянные участники серии Дэвид Маркозов, Юрий Байбородов и Владимир Черчиян. Украшением этого дня стали гонки международного чемпионата TCA International Series. Во время первого заезда участники осторожничали. Сочи-автодром хорошо знаком только действующему чемпиону гонок Михаилу Грачеву, который, впрочем, довольствовался на этот раз лишь шестой позицией, пропустив на пятую соотечественника Сергея Афанасьева. Зато во второй гонке Грачев взял блестящий старт, умчавшись с пятого места на лидирующую позицию. По ходу гонки его все же смогли пройти Стефана Камени и Пеппе Ореола, занявшие первое и второе места соответственно. Сергей Афанасьев закончил гонку в шаге от призов на четвертом месте. Еще раз на Сочи-автодром российская серия вернется 19-20 сентября, чтобы на финальном этапе определить чемпионов и обладателей кубков страны. Продолжение следует...